здравствуй меня зовут Оксана и ты зашел на канал Оксана АСМР предлагаю тебе надеть наушники и приветствую тебя на своем канале конечно же и сегодня с большой любовью и радостью я приветствую всех своих дорогих уважаемых подписчиков здравствуйте мои сладенькие здравствуйте мои хорошие и добрый вечер вам добрый вечер добрый вечер добрый вечер мои сладенькие добрый вечер мои хорошие и сегодняшнее видео я снимаю на вопрос ответ как бы девушке которая мне написала этот вопрос она написала что Оксаночка давно вы не шептали подрезку мыла это действительно так да вот и написала вопросик знаете я уже не помню под каким это видео было это было не вчера и я ей написала девочку девочку зовут Диана я не знаю может это и девочка у вас в многих женихе но факт не в этом Диана если ты слушаешь меня если ты слушаешь меня значит это видео ответит твой вопрос и вопрос вот такой вот был я видео не снимала знаете долго если честно я думала ага свои 50 думала как бы так ответить чтоб не опростоволоситься но мои сладкие вы все прекрасно знаете да что я если такие видео снимаю то это личная мама я на какой-либо ну вопрос короче пишу вопрос не отомстить большими буквами пишу не отомстить знак равно и вот так курица лапай да курица лапай не отомстить равно простить и вот так вот такой вопрос сейчас мои сладенькие беру бломастер ну вот вы как думаете вот такой вопрос ребенок мог написать я думаю нет наверное я думаю это осознанный человек или парень с девушками вот но во всяком случае такое мог написать только осознанный человек и я так думаю потому что мне бы в голову никогда не пришло вот такой вопрос честно мои сладкие не отомстить не отомстить равно ли это простить да ну так типа давай как бы не отомстить равно простить вопросительный знак да это значит что как я это понимаю да вот нам в жизни да много приходится как и прощать часто часто бывают такие ситуации в нашей жизни у меня во всяком случае я думаю у всех когда нам приходится ну прощать и мы прощаем хотя я уверена что есть люди которые очень тяжело прощают да я знаю да прощать это надо тоже уметь и может быть это со временем с годами когда приходит больше но вот представляете как бы там оно не было там если бы каждый раз когда нам приходится прощать мы бы мстили представляете во что бы мои сладкие вот превратилась наша жизнь я прошу прощения я не знаю что у меня с горлом я как бы пью кофе вот который варю сама нерастворимый у меня потом горло как-то бежит такнула себе палец короче говоря не отомстить равно простить вопросительный знак нет конечно не отомстить это не значит что ты простил человека это я так думаю это мое личное собственное мнение да вот потому что если бы каждый раз когда нам нужно просить мы поместили я говорю наша жизнь превратилась бы просто в ад ну и жить за сознанием того что надо отомстить и вообще вот знаете я честно Дианочка там вот когда прочитала слово отомстить мне так страшно стало как-то знаете ну в том смысле да что вот это слово да и это действие мои сладенькие да оно не входит как бы в мои жизненные понятия и устои вот так я вам скажу что ли и я вот долго я честно думала над этой темой да я даже не могу честно вам сказать представить хоть вспомнить не то что представить вспомнить своей жизни ну долгой жизни у меня есть бывают такие моменты когда мне что-то кто вспоминает мой супруг допустим а я это не помню забыла но 50 лет прожить вместе 20 лет ну мало ли что ты можешь забыть да но я скорее всего бы запомнила если бы у меня было в жизни такое чтобы я мстила кому-то да короче это не входит вообще вот и по-моему никогда не выходила вне зависимости от возраста в мои жизненные понятия да в то что на что я способна вот понимаете я наверное не способна ни на все и даже не то что не способна я допустим отмстить может быть и способна там если бы задаться себе целью да но у меня понимаете мои хорошие даже мысли никогда вот честно не возникало и не возникает ну в жизни же разное бывает а бывают люди которые нас обижают хотя уже я и не обижаюсь ни на кого просто окончаюсь да но чтобы отомстить человеку это что он тебе должен во-первых сделать и мне так кажется что ну нет ничего такого за что отомстить я не знаю какие действия должны быть во-первых есть у нас закон да для того чтобы это нужно наказать да как бы там небо все равно есть а вот отомстить это что это какая-то кровная месть или что это дикий народ дети гор или что простите меня не знаю может быть это и существует где-то в каких-то ну народностях как обычаи какие-то не знаю я но это дико для меня вот и все вот и все что бы там не было самое страшное даже я вот себе представляю да самое страшное в жизни что могу там сделать не дай бог никому месть 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 это не входит в божьи планы понимаете месть это зло месть это не плакамые звальки но я тут говорю что я говорю свое личное мнение и как бы там не было месть это зло и я уверена просто вот на сто пятьдесят или там двести процентов да что месть да говорят месть бывает сладкая там типа в холодном виде типа того каких-то как поговорок нет про месть но я считаю допустим если даже месть тебе принесла удовлетворение да это не надолго же такими действиями вот если отомстить человеку за что-то мне кажется можно так себе к душу опозрать извините за выражение да в смысле еще уши да что ты потом сам себя-то не простишь не знаю короче я мужа нужна не в ту степь не в ту степь у нас видите как просто вопрос стоит не отомстить значит ли это простить нет не значит почему это я так думаю ой сладкий вы не не принимайте мои как говорится рассуждения как и стима последний на конце для меня не отомстить не значит простить потому что месть это зло и разрушение да всего что может быть а прощение мои сладкие это благо прощение это радость это благо для человека мы же о людях сейчас так говорим прощать же могут только люди вот подумайте об этом да прощать могут только люди а мстить по-моему животные даже могут да это точно животные же могут мстить например кошка будет висеть в тапке тому же членов семьи который ее убитил да вот прикиньте это точно склопотово я знаю или например кошка кот будет ревновать например да в семье если вот допустим хозяйку к родившемуся ребенку да и будет ей ссать в тапке и драть ей обувь вот или что-то типа такого это же месть это месть да а вот простить может животное умеет прощать а прощение это такое высокое чувство и умение как бы работа души которая присуща мои сладенькие только мне кажется человеческим существам вот и все потому что это мои хорошие высокотуховные так сказать практика мылка вот это восхитительно и поэтому что еще я могу сказать поэтому про прощение давайте поговорим да не отомстить равно ли прости я думаю вот думала даже может быть Диана задала мне этот вопрос да потому что допустим не чисто гипотически да а что-то ну вот произошло в жизни человека я прекрасно понимаю у него были такие в жизни ситуации когда мне люди такое подсирали что я не ожидала и очень конечно мне было очень 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 нехорошо у меня было вот поэтому я думаю если Дианочка вы написали мне такой вопрос вас обидели допустим человека обидели а она прощать не хочет и мстить не хочет да ну почему в голове у нее сидит что отомстить значит хорошо подосрали да кто-то кому-то вот и все вот ну я хочу и может быть вот человек сомневается что если я не отомщу это значит я простил а я не хочу прощать это говно допустим кому-то да так вот моя хорошая Диана и все допустим кого интересует еще этот вопрос да если вы не отомстили зло на зло если же это зло то это не значит совершенно что вы простили понимаете совершенно не значит что вы простили для того чтобы простить обидчика там кого-то да прощаем же мы кого обидчика если нам же кто-то хорошее добро делает их же прощать не нужно их же мы любим таких людей правильно а кто нам делает зло но тем типа нас обижают и вот надо бы это простить но бывают зачастую мои злаки в жизни так что никто прощения у нас не просит понимаешь тогда нам приходится мстить да не знаю у меня вопрос тут никогда не стоял насчет мести насчет прощения хочу сказать что вот много всяких у меня в жизни часто сейчас бывают ситуации да я знаете вот чтобы там не было в семье я не беру какие-то страшные ситуации там брат убил брата там кто-то кого-то изнасиловать это нет я беру чисто допустим множественные какие-то ситуации да в общем я например если меня обидели хотя обижаться то я когда не умею в принципе ну как обижаться сказать что некоторые я знаю так умеют обижаться что по неделю могут не разговаривать с человеком не общаться туда-сюда прервать общение но с близкими людьми я так не умею знаете я в основном всегда первая прошу прощения даже если произошла ситуация конфликт какой-то произошел где я знаю думаю что я права да и меня обидели ну как бы не заслушано но я тоже как бы цену якобы знаю да якобы я все равно попрошу прощения попрошу прощения и мне становится легче климось я вот это вот дерьмо не держу в себе понимаете не жду когда ко мне подойдут и там попросят прощения туда-сюда нету у меня нет такого мне знаете вот честно все равно что что там у человека вот как он там почему он не просит прощения не извинять то есть это не надо господи я под этим скажу прости меня пожалуйста я не права не обижайся на меня вот и все хотя многие иногда ну недоумевают от такого может быть мне все равно потому что я попросила прощения а там как человек это примет не примет там как он этого это уже не мое дело вот и все вот и все я в первую очередь честно думаю о своей душе потому что жить с каким-то грузом обиды да и непрощения это так страшно мне кажется вообще а тем более жить и думать что вот меня так обидели что тут и отомстить можно понимаешь а это получается если я не отомстила значит я простила это же так нельзя типа ну это такая дикость это очень страшно очень страшно 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 я не знаю может я до конца не поняла дему вопрос да отомстить значит ли простить а не отомстить значит ли простить ну я вот так думаю нет не значит конечно и эти понятия месть и прощение их ну даже близко нельзя же ну как бы это же понятия это же понятия вообще из разных ну как бы категорий я не знаю хотя фигово знаю это где-то в каких-то вот ну и раньше было не знаю сейчас есть или нет народностях было же такое понятие как кровное месть да и это считалось наоборот типа вот должен так сделать отомстить вот иначе ну это как бы тебя не поймут да и окружающие там туда-сюда уважать не будут ну вот и какая дикость просто хотя вот кто-то у меня крохочет из соседей вот пошла по башке вот видите какая я добра ну это я так говорю не физически вот просто я думаю как-то знали люди а покоя нету честно да так хочется покоя отдохнуть как-то вот так сесть пошептать с вами тут начинай по башке долбить тебе чудом они долбят рабочий день вроде бы хотя в рабочий день я тоже думаю да так итак мои сладкие я отошла от темы чуть-чуть специально я сама думаю об этом в общем так не отомстить равно простить вопросительный знак нет не равно не отомстить это значит просто не отомстить сегодня а завтра ты можешь отомстить или там еще любое другое время затаить это слово да и отомсти а простить нет простить это тяжелее чем не отомстить мне кажется потому что месть это как бы физическое такое же действие ты должен что-то предпринять правильно ж мои сладкие а простить допустим человека или жить да ну человека можно же простить так чтобы ну не идти как допустим я говорила сказать прости меня пожалуйста нет можно простить просто в душе чисто искренне простить понимаете прости не обязательно говорить я тебя прощаю да это тоже иногда смешно да просить прощения и прощать это тоже разные вещи и для меня например прощать прощать да это настолько органично мне кажется для человеческого существа прощения прощения ну понимаете идет рядом с любовью моя хорошая мне кажется да вот и если как бы мы осознаем кто мы что мы да то ну как мы не простим прощения я не знаю прощения это же великодушие тоже да но я думаю так вот и все а если у вас просят прощения и вы не прощаете да если так просят прощения а вы не прощаете я вообще считаю это крях какой-то это вообще за гранью добра и зла если у вас просят прощения вы говорите нет не прощай это за гранью добра слова потому что если у вас просят прощения а вы не прощаете то тот кто просит прощения его уже простили понимаете независимо от того вы лично его простили или нет это я вам точно говорю у него тоже снимается вот этот груз какой-то туда-сюда а вы не прощая человека вы себе накручиваете ой не знаю чего ну ничего хорошего короче говоря и так я не знаю мои сладкие интересно ли вообще ваша вам эта тема да что-то я по-моему много мыла взяла вот этому мылу у меня больше года и оно вот совершенно не сухает вот такое восхитительное мыло так ну что еще можно сказать о теме прощения вместе много можно говорить ну честно говоря вот о месте мне даже и говорить не хочется мне кажется что достаточно как бы сказала да об этом но явление это вот и все а для меня это дикость и для меня это такая грязь грязь понимаете хотя я ну возможно возможно у меня в жизни не было таких случаев за которые мне бы захотелось мстить но я вас уверяю это вы можете так думать да мы же не знаем друг друга да и понимаете как мы можем судить о том вот допустим вы ли у человека такие случаи за которые можно мстить или нет да ведь каждый же человек как личность да он же индивидуален понимаете вот для кого-то какая-то обида там например он плюнет да пойдет дальше скажет что это пошли и все я вас прощаю как бы вот и все а для кого-то тот же самый случай может стать поводом для мести понимаете что люди разные да бывают люди бывают разные не знаю я такой человек может я наизная такая или чёрт не знаю как вот я ну не думаю я даже не думаю вот никогда такому сейчас вот снимаю это видео рассуждаю на эту тему и думаю а может быть мне кто-то мстил когда-то меньше это как-то происходит в тихорях просто происходят какие-то события да которые возможно тебе кто-то там подстроил там подковнил как говорится и так далее я вот такая дура наивная честно говорю не знаю я даже не мне даже думать об этом как-то ну и ладно даже если такое было в моей жизни что мне кто-то мстил да я вас всех прощаю честно у меня знаете мои сладенькие вот может конечно не пойти не я шепчу ну ладно шепчу я все время ухожу не в то у меня вот в жизни честно вот я скажу вам вот как на двух говорю да на данный момент это не всегда было так но на данный момент это уже давно у меня такое состояние души да или как это мыло упало у меня на свете да на земле на нашей матушке земле нет ни одного такого человека для меня понимаете вот на которого у меня вот была какая-то злость обида и какое-то непрощение вот я в своей жизни всех простила я пришла к этому да были люди которые мне делали ну как мне кажется делали говно в жизни да и было время когда я страдала от этого понимаете мысли не возникало мысли я очень сильно страдала вплоть до депресника это вот один раз у меня в жизни это вот очень яркий был такой случай да я даже заболела потом и какая-то у меня была злость на этих людей ну предположим несколько человек и но у меня никогда мысли не было мстить ну может быть я и не способна ну не могла бы никак отомстить не сделать ничего плохого да этим людям поскольку постольку как говорится у меня компетенций таких нет ну у меня даже и мыслей-то не было да таких ну не прощения у меня было я как-то знаете задумалась об этом это уже было несколько лет назад и мне так страшно стало когда я подумала понимаете об этом что вот есть вот такие вот вот они вот кучка вот как кучка говна понимаете простите меня за это это я сравнение что вот в моей жизни понимаете есть вот такая вот какая-то кучка говна да кучка и она где-то вон там далеко в памяти или где-то там вот она вот запрятана да и эту кучку говна ой господи прости мою душу грешную хоть бы меня не заманили и это просто больше никак вот не я понимаете не могу типа избавиться от этого парахла да а это меня гнетет я как-то раз это осознала и мне стало так страшно и я поняла что мне это мешает жить понимаете что есть у меня вот это барахло какое-то где-то там на затворках в моей памяти души да и я знаете мне я не смогла вот так раз вот вот два раза оплюнула короче и простила да нет мне пришлось работать над этим да мне пришлось поработать над этим я долго думала над этим в смысле того сего но мне мой маленький помогает вера 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 мне помогает да может быть я конечно заблуждаюсь это личное дело каждого но моя вера меня спасает и она мне помогает и вот это и произошло так понимаете оно как-то раз и произошло в моем мозгу меня вот раз и отпустило понимаете я вот пыталась не могла вот барьер какой-то стоял вот я вспоминала это барахло что они мне сделали туда-сюда было такое давно такой случай а потом вот раз меня и отпустило и я поняла я убого обращения просила за это понимаете что я не могу вот эту дрянь забыть все понимать что мне нужно их простить мне приходилось я даже вот настолько я вот садилась я каждого из этих людей представляла себе и как бы просила мысленно прощения у них за то что я не могу их простить и отпустить короче я не знаю что вы сейчас вообще подумаете обо мне после этого видео конечно а вы мне напишите может быть я тут вообще не в ту степь ушла куда-то насчет простить отпустить и попросить прощения у врагов да но это не враги но это люди которые тебе подковнили для кого-то может быть это были бы и враги которым надо было мстить понимать а у меня это была кучка дерьма которая лежала где-то в моей душе в моих мозгах я думаю что я была несчастна из-за этого это вот уверена я в этом ну в смысле как несчастна не пожить ни там несчастна человека оно мне мешало жить вот и все и когда я каждого из этих людей представила и простила и отпустила и попросила у них прощения я говорю за то что я до сих пор помню их идиотов этих господи прости это тоже оскорбление да и не то что идиотов вот такой вот мне вот потом показалось что это ну настолько это вот они же не помнят обо мне не грамма да а я живу несколько лет и меня и так гнетет представляете какая гадость это просто гадость это ужас вот так вот мои сладкие вот такая фигня у меня была но мстить у меня конечно не было никакого никогда желаний и жизненных сил и физических и моральных у меня никогда на это не будет да ни дай бог это грех какой боже упаси вот и все и я простила всех и не только этих людей у всех у всех я перебирала в голове знаете очень много у меня был такой момент в жизни но я думаю что такие моменты в жизни бывают наступают у всех да когда ты начинаешь задумываться о своей жизни почему и как у тебя что происходит и так и так и так когда ты приходишь возможно к какой-то вере возможно к прощению возможно к любви к такой вот знаете вселенской любви да которая называется возлюби ближнего своего как самого себя вот и все это мои сладкие реально это есть и это правильно и это есть и это возможно и так можно жить так можно жить да возлюбить людей всех как самого себя вот и все в этом же и сути ой ладно я уже отдалась в такую велосипеду в общем Дианочка моя да сладенькая я не знаю ответила ли я вот на этот вот вопрос сложный это сложный вопрос не отомстить равно простите вопрос да нет мой ответ лично возменяк сам асмир что не отомстить это ни в коем случае не равно простить простить это значит простить а А не отомстить это просто ты не не отомстил и правильно что ты правильно сделал ты свою душу короче, не заморал не совершил греха такого мести это просто жуть а простить если хочешь простить то надо простить если не можешь простить и тебе кажется, что не отомстив ты уже простил человека нет, это не так мои сладкие возможно, поэтому такой вопрос возник или, может, вы где-то вычитали этот вопрос я не знаю но не отомстив вы не прощаете прощение понимаете, это совершенно другое состояние души отомстить я же говорю и кошка может, когда вам в там кинописи вот и все а прощать 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 это удел людской прощать могут только люди животные прощать не умеют вот так но они, конечно, умеют любить животные любят нас вопреки всему поэтому поэтому сейчас я еще немного поговорю и я очень люблю животных и я считаю, что животные что у них есть душа мои сладкие и что они нас любят не за что-то вопреки да, вопреки да, они нас любят как бы за все любят и можно даже сказать прощают, наверное, не знаю хотя я не знаю мне кажется, обращать могу только люди вот и все животные нет в общем ладно, о животных сегодня мы не будем пишите мне мои сладкие какие-нибудь еще темы я вот тут вот больше полчаса шептала обращение и о месте там интересный, кстати, такой вопрос велосипед я могу еще минут 30 об этом поговорить но просто мне кажется что это будет вот так колесо одно за одним только в разных вариациях суть будет одна мой ответ он не изменится что не отомстить равно простить вопрос это не так, да если ты не отомстил обидчику за обиду какую-то да это не значит, что ты его простил но надо простить надо простить всех врагов своих простить вот знаете вот вот многие могут накидать на меня тапки да, или там что еще помидоры там да но я это же мое личное мнение я просто шепчу вы ну можете поспорить со мной мои сладенькие мы для этого здесь и находимся да на этом канале какая цена моем чтобы общаться чтобы что-то там обсуждать ну я считаю например там что когда мы живем допустим в таком состоянии что нам некого прощать в смысле того что вот мы простили и отпустили все обиды да мы простили всех кто нас обижал когда-то туда-сюда да то мы счастливы мы становимся счастливее понимаете у нас нету груза вот этого на душе и какой-то злости там что где-то там вот живет там Людка Машка Пашка там вот я по-другому сволочь такой там тут нет не надо бог с ними со всеми простите всех пусть идут с богом вот и все это не значит что надо общаться с этими людьми допустим дружить и так далее ни в коем случае нет просто простите до свидания у меня кстати было такое вот из той кучки какаши которая вам рассказывала о которых я долго там одна компашка была короче это было с моей работой связано короче говоря да вот я когда вот это произошло со мной что я отпустила эту ситуацию да прошло время все да и я чисто случайно да встретила встретила одну одного человека чисто случайно да я даже мимо бы прошла если бы этот человек меня не окрикнул потому что я во-первых высокая во-вторых у меня средний минус я очки не ношу и я знаете не могу у меня есть такой я могу пройти мимо человека не заметить то ли когда я вперед вверх смотрю то ли я слепошарая я не знаю короче и я бы прошла если бы человек меня не ну не окрикнул да и я не знаю может быть она тоже сама себя простила за то что она со мной сделала так 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 она так знаете обрадовалась встречи со мной как будто бы да я не сомневалась потому что я никогда ничего не такое не ставлю под сомнение мне плевать плевать вот и все и она так стала разговаривать со мной что-то интересоваться туда-сюда как будто знаете мы самые лучшие давние прям такие друзья подруги и у нас так было все в жизни радостно и хорошо и что как будто ничего не произошло произошло такое говно после которого я заболела вот и все вот так это на меня подействовало видите людям то пофиг я о чем говорю что прощайте людей потому что им насрать на вас вот и все а вы для своего здоровья для своей души прощайте в общем вот так вот встретила и я так на нее смотрю стою и мне так смешно думаю боже ты мое и я вот нащу что-то там о них думала как-то там что-то обижалась что-то это думаю да и слава богу за все в общем вот так мы кто меня понял тот меня понял итак мои дорогие дорогая Диана и все кто меня слушал конечно может быть даже Диана и не послушала если ты послушала напиши мне комментарий вообще что ты имела ввиду и я хотя бы чуть-чуть там попала в стезю или нет на эту тему а то может я вообще шепчу не поняла просто вопроса такой тоже может быть так вот так давайте мои сладенькие пожелаю вам сегодня спокойной ночи я надеюсь вам понравилась вот эта мылка мне оно супер нравится оно такое забожественное и смотрите какое оно красивенькое оно как такие самоцветики как камушки оно такое божественное супер дуру вот жалко честно такую выкидывать ну ладно что поделаешь вот мое хорошее я хотела что-то я до сих пор по моему обращения думаю да мои сладенькие давайте поэтому я всех хейтеров прощаю всех кто пишет мне матерки прощаю пишите дальше продолжайте мне все равно может меня кто-то знаете часто не понимает в комментариях я там смешные какие-то смайлики там посылаю людям которые меня там бывают ну чё попала пишут это знаете может думать что я дура некоторые пусть думают мне просто все равно все равно вот и все пускай ради бога я всех прощаю итак мои хорошие пожелаю вам сегодня спокойной ночи люблю вас всех в моих сайтах пишите мне комментарии пишите еще какие-то темы я вам пошепчу поговорим с вами пообщаемся а то я понимаю да тема берлику тоже может быть не всем интересно хотя мне самое интересное но я люблю пошептать на такие какие-нибудь интересненькие знаете такие темы порассуждать может быть конечно мои мозги ну как бы я всегда готова к некоторым вопросам но я думаю что я могу все равно когда высказать свои мысли не знаю пишите пишите темы пишите комментарии ставьте лайки кто первый раз на моем канале подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик когда я знаете даже выговорить не могу это я повторяю блогеров которых смотрю еще хочу что сказать это так всех говорят мои хорошие что почему-то у некоторых нужно зайти заново и проверить колокольчики они у вас серые или не серые короче ладно вы меня поняли ну люблю вас всех желаю вам всем крепкого здоровья да желаю вам позитива не бойтесь ничего страх это такая эмоция которая притягивает к себе негатив не надо ничего не бойтесь пусть вас хранит Бог всех спокойной вам ночи мои сладкие здоровья мира это право что пусть никогда у вас не будет людей которым бы вам хотелось мои сладенькие отомстить но прощать нам приходится всю жизнь и это нормально вот и все прощение это любовь одна из крайней любви вот так мы хорошие я так думаю давайте спокойной ночи всего всего вам хорошего сейчас в одну руки люблю мои сладенькие пусть мир, добро и любовь войдет ваш дом будьте здоровы спокойной ноги пока пока мои сладкие милые вас пока 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 мои хорошие пока пока пишите пишите письма присылайте милые это шутка 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 спокойной ночи спокойной ночи мои милые пока люблю вас милые милые милые